у нас сегодня будет экспериментальный влог если обратите внимание я выставил широкий угол и потом в комментарии напишите нравится вам или нет почему я говорю про экспериментально потому что я всю жизнь снимал на линейный ну ладно погнали сегодня влог у нас будет без котенек он в бренске этим покажу погодку сегодня она не очень хотя выходной день обидненько ну что делать я на это не повлиять не могу сейчас я соберусь налью себе кофейку и сгоняю до зонов не приехала такая палка у ланзии это для котенек есть холодный башмак сюда на прицепе цвета я думаю ей будет очень удобно обратите внимание чего я ел так из домашних дел будет разобрать сушилку и немножечко там посуды осталось ну совсем чуть-чуть тут на пять минут буквально сейчас я буду наливать кофеек блин одной рукой снимать не очень удобно так и помытью конечно надо надо в будущем придумать какое-то решение чтобы я мог снимать без рук я пробовал вот эту прищепку на рюкзак на прицепить но мне там не нравится какой получается угол вот по закрепленную трубку откуда не заморачивать словно я смыть сахар и остатки я думаю большинство ребят примерно также моют ну кому интересно растворим кофе я использую карт нуар две с половиной ложки вот эту кружку и столько же сахара никакой маги молоко и прочее там я не добавляю все готово выбираем себе чистые носоки и все нужно выходить сейчас немножечко тут приберусь мне нравится бардак и часы надо будет поставить на зарядку последнее время использую вот эти я просто задалбывает знаете чего в эту очередь то что постоянно летят уведомления от разных пидарасов спамеров выходные и решил все равно прицепить вторую камеру на лямку для того чтобы поснимать хочется потом после того как я все это запишу посмотреть насколько классный угол но контролировать я его особо не могу поэтому ребят не ругайтесь если что-то не попадает в кадр я выставил широкий угол но как она будет хз посмотрим потом комп вырубаем ставим мышку на зарядку у меня если что стоит настройка даже если компьютер выключен то все проводки работают и идет питание так телефон заряжен катю не мне что-то писала так айкосик выбрасываем не знаю насколько вам прикольно вот так вот смотреть как я по квартире хожу но все равно какое-то погружение так берем еще одну пачку с собой на всякие стики почти закончились надо будет купить это я сюда в карман и расписываю я уже попшикался нет берем кофе девочек так и иду до озона и дальше до тачки нас будет еще где-то перекусить может во вкусный . заеду хотор сейчас заморачиваться здрасте да спасибо за свидание хорошо дня да спасибо вам Черная малышка ждет меня Надо ее помыть как-нибудь Что-то прям грязное-грязное Ну и пока еду до мамы Решил вам рассказать, почему я вообще выбрал Вольво Для кого-то это покажется странным Ты уже два с половиной года катаешься на этой машине Проехал сто тысяч километров И только сейчас не зашел Для того, чтобы рассказать Но я думаю все равно кому-то будет интересно И мой рассказ станет триггером Полезете на автору, на авито И будете смотреть на цены Смотрите друзья, изначально я выбирал между BMW и X3 Я хотел трехлитровый дизель Audi Q5, не помню как называется Комплектация И важное уточнение, что тачку я искал Черного цвета, с черным потолком И рыжей кожей Ну собственно все это у меня здесь имеется Плюс чтобы она не жрала огромное количество денег В плане налогов То есть 249 лошадей Это прямо идеальная картина мира В первую очередь конечно я катался по салонам BMW Мне в Борис Кофе предложили неплохой вариант Там была рыжая кожа Черный потолок Трехлитровый дизель Но при этом тачка была синего цвета Меня это не устраивало То есть для автобусов синий цвет это как бы окей Блин, но это не мое Если видели как выглядит X3 Такого темно-синего цвета В общем сильно не понравилось Я продолжал поиски Мне в принципе нашли вариант Опять же на рыжей коже С черным потолком Трехлитровый дизель Полный привод Была черного цвета Все идеально Но там такой ценник мне загнули Что он для меня был прям сильный Неподъемный Поэтому я решил бросить эту затею И продолжал кататься по салону Дальше я выбирал уже Audi В принципе тачка неплохая Там тоже был полный привод Неплохой двигатель Внутри достаточно нарядно Ну вот Что-то не лежала душа Я прокатился на Тездраве Мне что-то не понравилось В плане шумоизоляции Плюс многое там Очень похоже как в Тигуане Туареге Ну в принципе понятно Это все в Volkswagen Group Что-то мне не зашло И опять же я продолжал поиски В какой-то момент Совершенно случайно Я ехал по МКАДу И увидел на Алтушке Надпись Volvo Думаю Дай заеду посмотрю Про эти машины Я примерно ничего не знал И менеджер мне предложил Прокатиться на XC60 Пока менеджер занимался документами Я ходил по салону Смотрел на тачки Все там нажимал Открывал Трогал И буквально через 15 минут Он меня уже пригласил Андрей Николаевич Поехали Все машина готова Мы вышли на парковку Там стояла черная XC60 Она была на черной коже Точно такая же комплектация Как у меня Inscryption И мы сделали кружок Примерно 15 километров Когда я сел Блин, ребят Я прям почувствовал Что это мое Очень удобное сидение Так как я люблю На дальняк ездить Для меня это супер важно Точки зрения Купита Я уже в салоне посмотрел Я даже не ожидал Что сейчас Вольвешники Такие нарядные Потому что у меня было представление Что это такая Старперская тачка Плюс сама мордочка Ну очень симпатичная Конечно на вкус и цвет Но мне она зашла Так вот Мы когда ехали Мне очень понравилась Во-первых Подвеска Второе Это управляемость Она очень схожа С BMW Кто-то скажет Что я полный идиот Но ребят Просто попробуйте Прокатитесь И вы поймете Что она Очень адекватная Очень легкая В управлении Она тоже умеет Как бы И даст фору Многим бэхам И с точки зрения Динамики И с точки зрения Вот Самой подвески Соответственно У нас закончился Дестдрайв Менеджер мне дал Свою визитку И я при этом Загорелся Я такой думаю Блин Ничего себе И все 60 же Вообще Тачка-то огонь Но теперь стояла Как бы Проблема в том Что мне нужна была Рыжая кожа Черный цвет И черный потолок И спустя полторы недели Поисков Я нашел такую комплектацию В Вавилоне Связался с менеджером И мне сделали предложение От которого Я не смог отказаться И вот Два с половиной года Я катаюсь на X60 И каких-то неадекватных Трат у меня За все время эксплуатации Просто не было Да, я менял лобовуху Ну опять же Я сам дурак Потому что Мне прилетел камень Ну как дурак Блин Такой форс-мажор От которого не спастись Можно вот сейчас По МКАДу ехать И тебе в лоб Чуть прилетит Никогда она меня не подводила Важно еще отметить Про безопасность Вольвешника Это не просто Слова Тут напичкано Огромное количество Различных технологий Один раз Она мне даже пригодилась Когда я зазевался Вот так же В МКАДе И чуть не влетел В газельку Тачка сама тормознула Предупредила меня Предложила отдохнуть Вот Так что это очень И очень приятно Про всякие там Адаптивные Круиз-контроли Контроли полосы Ну Особо нечего рассказывать Сейчас и на китайцах Все это ставят Ну К сожалению Я не знаю Как это там работает Здесь Все отлично То есть Они прям до идеала Довели Все свои Вот эти Сити-сейфти Технологии Круизы Фигизы И прочие штуки Так что ребят Если вас заинтересовала Эта тачка То смело идите на Авито Или Автору Выбирайте Смотрите У меня только положительные эмоции Вот правда Не могу сказать О каких-то прям Существенных минусах Все отлично И надеюсь Еще долгое время Меня эта машина Будет радовать Потому что Сейчас цены на них Просто как сделано Новая 12,5 миллионов Сегодня когда просыпался Мне попалась новость С характеристиками Гупрошки 13 Она скоро выйдет в релиз Я обязательно себе Куплю эту камеру Потому что Гупрошки люблю Скорее всего Это буду делать Через Авито Потому что там Скорость появления новинок Она гораздо выше Чем на маркетплейсах И всяких магазинов Электроники Так вот Они обещают Новый процессор GP3 Здесь стоит GP2 Он еще более Энергоэффективный Обещают Исправленный Low-light performance Как-то по-русски В условиях Недостаточной освещенности Она будет снимать Чуть получше А сам сенсор Остается такой Как есть Да Улучшения минорные Но тем не менее Я все равно Ее себе приобрету И запишу вам влог У меня между прочим Первый влог На GoPro 11 До сих пор набирает Хорошие просмотры В районе 19 тысяч То есть Людям интересна Эта камера Ну и вниз Соответственно Алло Людмила Николаевна Да Я вас Алло Я вас Алло Вы не желаете Со мной прокатиться Покушать Желаю Я через 20 минут Буду на стадион Отлично Хорошо Буду готовиться Хорошо Я за 5 минут Тогда тебе наберу Не буду заезжать К тебе во двор Наверное Встану на стол Смысл да Какой Смотрите Какой редкий Зверек Альфа-Ромео Не часто Такой встреч На дорогах Москвы Не очень Популярная Машина Я уже Практически На стадион Хочу открыть Вот эту Палку Снималку Ненавижу Такие упаковки Вообще Невозможно Блин Руками Открыть Пластик Такой Еще жесткий Ну благо У меня есть Нож Всегда В машине Сейчас Вскроем Неплохая Вот и мама Бежит Приветики А Да Сейчас все Сделаю Пустите Майорашов Я тебя Жду Честно Я вот Видишь Как тебе Ничего Страшно Все Нормально Предлагаю Вкусить Подоку А потом Сгонять На совелку Ни одну Пластмассовую Фигню С удовольствием Делать все равно Ничего Поехали И вот так Вот она Висит Смотри Ну да Она все равно Вот так Ну у нее Может быть Угол расширения Ну тут Широкий Стоит Но говорю Надо купить Маленький Пластмассовый Переходничок И тогда Вид будет Получше Зато Болтать Удобно И руки Свободно Как тебе Мои новые Штанишки Прикольные Я бы сам Такие носил Ну мужские Нравятся Да Ну это мы Когда Сказ Шлялись Да я понял Все Приняли У нас Заказ 195 Нашел Все Необходимое На Савеловке Вот такой Переходничок Теперь Очень Удобно Снимать С плеча Подержим Пакетик Можно Наклонять Камеру Вверх Вниз Все Стало Гораздо Компактнее И удобнее И плюс Мы вот Такую Штучку Купили Можно Да А Ну тут Пока Чувак Выезжает Дороговато Конечно Но Как Есть Зато Оригинал 2990 Переходничок С возможностью Поворота На 360 Мне он Тоже Нужен Дорог Давай Мы Уберем Следующим Кадром Демку Пущу Ну Камера Можете Записать Конечно Видишь Насколько Компактнее Стало И удобнее Заодно Заценим Какая Будет Стабилизация Да Пошли Пауки Да Если Я только Пакет Выброшу Тут Больше Ничего Нет Обровочим Да Ведь Ничего Жене Нет Нет При Взаимодействии С другими Людми Очень Удобно Пользоваться Таким Решением Потому Что Если Большой Камерой Тыкать В лицо Люди Сразу Не знают Что Сказать Стесняются Да А так Если Допустим У тебя Черная Футболка Черный Рюкзак Еще Не каждый Заметь Допустим Спроси Что-нибудь А как Пройти А как Там Что-нибудь Ну да А раз Так И ничего Не видно Ну да Ну да Что там Прилеплено Может навигатор Регистратор И вот так Вот Можно снимать Сейчас Я как раз Посмотрю Вид на ноги Да Рядом Иди Вообще Шикарно Я очень Доволен Недорогая Пластмасска Насколько Мне Облегчает Жизнь Ну главное Чтобы Она Тебе Тебе Неделю Не отвалилась Недорогая Да ладно Не отвалится Она довольно-таки Крепенькая Еще классно С такого ракурса Какие-то распаковки Делать Что-то показывать Руки свободны Вообще Шикардос Я прям доволен Допустим Если что-то Будешь Распаковку делать Тебе придется Рюкзак одевать Или что Побочи Какие-то Такие Побочи Могут Побочи А сзади Лифчика Типа Лифчика Знаешь Такого Аккуратнее Я могу Показать Так Хоп И все Никто же не видел Неудобно Удобно Я конечно Нахваливаю Но мне Очень не хватало Этой пластмаски Давай Так Че нам тут Нужно Поесть Вечером Колбаску В бутерброде Показать Да можно Кстати Да Можно Сейчас Выберу Что-то Так Что я хочу А вот Легче Возьми И хлебушка Наверное Да И хлебушка Не хлеба Нет Зернистый Сервелат Возьм Мне Самый Обычный Вот Половинку Вот такую Половинку Ну да Что-нибудь Какое Семнадцатая Как раз Семнадцатого Да мне Этого Достаточно Сейчас Я себе Еще Знаешь Че Ченька Возьму Два Юбилейных Мне Клубника Земляника Ага Я думаю Может еще Просто кефир Взять И кефир Домик Деревни Возьмем Да Три Два Если Есть Тут Ток Молоко А вот Кефир Но Просто Квапшина Не Не Очень Но Нет Но Это Молоко Молоко Мне Не Нужно Ладно Бог С ним Давай Что-нибудь Вкусненькое Попить Вообще Да Так И Сделаю Так По Сроку Годности Да Ты Сегодня Завтра Сожрешь Пойдем Водички Возьмем Вот Так Парочку Возьмем И Все Мне Больше Ничего Не Надо Все А ты Не Возьмешь Себе Ничего Нет У меня Есть На Жотель О Дай-ка Я Себе Судья Подсерять Чицаном Возьму А Семки Есть Семки Есть Да С Семки 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 Взял Оплата Карта Если Что Все Спасибо Спасибо Большое Спасибо Мамка побудет сейчас моим оператором. Я хотел вам показать еще одну штучку, которую я сейчас купил. Вот такая приставочка с ретрейгерами. Это моделька 40XXH. Она только недавно появилась в Москве. Взял я ее у чувака на Авито. Профиль у него называется Handy Games. Достаточно популярный среди ребят, которые продают вот такие портативные консольки. Он мне предложил самую новую версию. Она мне очень понравилась. Удобно лежит в руке. Плюс подарил цехольчик. Сейчас покажу, как выглядит. Похоже на Game Boy. По цветовой гамме. Достаточно удобно лежит в руке. Тут куча эмуляторов. Буду потом дома разбираться и играть. Сейчас она включится. Если включится. Не, включается. Тут есть стики, кнопочки. Все достаточно классно собрано. У меня старая версия 35XX. Просто обычная. Я ее Темику подарю. Пусть парень пробалуется в ретро-игре. Тем более он уже играл в нее. Помнишь, да? Он лежал в машине. Так, консолька загружается. Тут у нас ретро-арчи есть. Нативные эмуляторы. Тянет до PlayStation 1 включительно. В том числе Dreamcast. Тут много эмуляторов. Удай, Aladin. На русском языке. Мне как раз туда флешку ставил. Там уже куча игр. Вот, если что-то другое захочется. То скачаю потом. Добро пожаловать. Спасибо. Начать. Ну вот. И играем. Ой, яблоко не нужно кидаться. Прикольно. Угу. Хоп. Субтитры сделал DimaTorzok